На восьмой день воскресения, с момента явления Господа ученикам, они снова собрались вместе, дума Иоанна Богослова, на этот раз уже с Фомой. Фома единственный из них, кто не видел воскресшего Христа, сомневался и о воскресении. Фома любил Христа всем сердцем и сейчас боялся обмануться в самой главной и радостной своей надежде. Господь вошел в дом через запертые двери и дал Фоме осизать свои раны. Этим он показал, что не требует от него слепой веры, что всякий верующий во Христа получит подтверждение, если захочет. Затем Христос явился семи ученикам на Тивериадском озере. Ученики бесплодно ловили там рыбу всю ночь, а когда утром пристали к берегу, их встретил Иисус, но они его не узнали. Иисус сказал им, дети, есть ли у вас кая пища? Они отвечали ему, нет. И он сказал, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и не могли вытащить сеть от множества попавшей туда рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Петр опоясался одежду и тогда бросился в море, поплыл к берегу. Другие ученики поплыли на лодке, таща сеть, полную рыбой за собой. Когда они вышли на землю, то увидели разложенный огонь, рыбу и хлеб. Иисус сказал им, принесите рыбы, которые вы поймали. И Петр пошел и вытащил на берег сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при этом сеть не порвалась. Иисус говорит им, придите и обедайте. Никто из учеников не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Во время трапезы Христос трижды спросил Петра, любишь ли ты меня? И трижды, получив утвердительный ответ, поручил ему пасти своих овец, тем самым исправив его троекратное отречение и восстановив в апостольском звании. Затем пророчески возвестил Петру об ожидающих его страданиях и призвал хранить ему верность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет об этом так. Бог хочет именно нашего сердца, потому что сердце главное в человеке, жизнь его. Больше того, сердце наше и есть сам человек. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова